Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Акценты. Это общественно-политический проект телекомпании Ортепланета. В студии Виталий Дерябин. Рассмотрим и проанализируем некоторые события уходящей недели, на которых хотелось бы акцентировать ваше внимание. На каникулах было хорошо, но пролетели они, как всегда, очень быстро, и опять пришло время грызть гранит науки. На этой неделе стартовал новый учебный год. 1 сентября во всех школах Оренбуржья прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний и началу учебы. Для учеников первых восьмых классов первым уроком стал традиционный урок мира, а вот старшеклассников ждало новшество. Им в День Знаний рассказывали о том, для чего в стране возродили комплекс ГТО, готов к труду и обороне, и о том, как его сдавать. Такие же занятия 1 сентября провели и в Уральской средней школе Кваркинского района. Но для местных школяров День Знаний был праздником вдвойне. Дело в том, что на протяжении всего предыдущего учебного года они ходили за этими знаниями не в свою родную школу, потому что прошлой осенью она стала опасной для учебы. И вот спустя год все проблемы решены. О том, какой школа была раньше и какой она стала теперь, расскажет Александр Сергей. Для сотни детей и учителей Уральского сельсовета это 1 сентября началось с прекрасного подарка. От старой школы здесь осталось только название и вот эти внешние стены. Капитальный ремонт коснулся каждого квадратного метра здания. Эти кадры Уральской школы сделаны в конце прошлой осени. Она была построена в те времена, когда в Оренбурже шло освоение целины. Ровно год назад ученики и учителя этого образовательного учреждения узнали. В их школе прогнили крыша и деревянные перекрытия между этажами. Обитель знаний образца 1958 года капитального ремонта не знала никогда. Поэтому неудивительно, что здание затрещало по швам. Школа закрыта, потому что находится в аварийном состоянии. И все ученики выведены из школы. Мы учимся в разных пунктах. Целый год карпеть над учебниками ребятам приходилось в наскоро приспособленных для урока в помещениях начальной школы, детского сада, а также врачебной амбулатории. А сама школа с февраля по август постепенно обретала свою вторую жизнь. Сегодня ее директор Сергей Хальзов рассказывает, что теперь школу не узнать. На 28 миллионов рублей областных и муниципальных средств здесь обновили кровлю и межэтажные перекрытия, укрепили несущие стены и сделали перепланировку здания. Закупили все необходимое оборудование и облагородили пришкольную территорию. Особое внимание уделили безопасности. От установки системы автоматической пожарной сигнализации до использования огнестойких материалов. Выполнены все противопожарные требования. У нас кафель, то есть это уже не сгораемая. Раньше у нас она была деревянной, много было дерева, это было достаточно опасно. Вернуться из тесных коморок в стены родной школы – мечта всего последнего года, говорят здешние шкалеры. Аккуратные окна, потолки. Очень красивый ремонт. Все очень впечатлило, красиво. Приятнее учиться будет. Довольны и педагоги. Для Татьяны Уваровой уральская школа – второй дом. В этих стенах сначала в качестве ученицы, а затем и учителя технологии Татьяна Ивановна провела 40 лет. Школа после ремонта приятно удивила педагога. Это мы видели, конечно, все по телевизору, что в городах такие школы есть, но для нас, для села – это что-то. Мне кажется, мы превзошли все городские школы. Вместе с жителями Уральского разделить радость от новой школы приехал губернатор. Юрий Берг отметил, что одна из главных задач правительства области в сфере образования – в каждой сельской школе создать условия не хуже, чем в городских образовательных учреждениях. На сегодня 916 школ в Оренбургской области. За пять лет вот так отремонтировано 642. От правительства области губернатор вручил учителям и школьникам еще один подарок – сертификат на 100 тысяч рублей. Впрочем, не безвозмездно. Взамен от учащихся уральской средней школы губернатор попросил хорошей учебы и дальнейшего обустройства пришкольной территории. Я прошу, чтобы уже на следующий год вы заложили здесь аллею выпускников, школьный парк. И это будет еще одним украшением вашего села. И в райцентре Тотское событие со знаком «плюс» там открылся новый детский сад «Орленок». Точнее, детский сад «Ясли». И это значит, что в нем есть места для самых маленьких детей возрастом до трех лет. Проблема от нуля до трех повсеместно выходит на первый план после того, как был снят вопрос от трех до семи. Сегодня в Оренбурге в детских садах есть места для всех детей этой возрастной категории. Правда, в крупных городах остаются нюансы географического порядка. По понятным причинам родителям хочется водить своих чад в детский сад, что поближе к дому. А это не всегда получается. А вот решение проблемы мест для детей ясельного возраста пока в начальной стадии. Тем не менее, на местах уже идут навстречу и тем родителям, которые не могут сидеть с детьми до трехлетнего возраста. Детский сад «Орленок» – это новостройка, с которой, кстати, управились в очень короткие сроки. Первые работы начались здесь всего год тому назад. Их итогом стало здание, которое рассчитано на 140 детских мест, в числе которых две ясельные группы на 36 человек. Отдельно у нас есть и буфетная, и туалеты отдельно для девочек и для мальчиков, а также большая по размеру групповая, соответствующая санпиновским нормам. Завезено все оборудование соответствующее. То есть у нас в саду есть все, что нужно для того, чтобы развивать детей, воспитывать и обучать. Все 140 детей, которые пришли в этот детсад – это очередники из райцентра. В результате очередь на места в детских садах в районе существенно сократилась, хотя до конца еще не ликвидирована. По разным данным, в детские сады нужно устроить еще от 50 до 80 детей. Причем основная их часть проживает в военном городке Тотская-2. Министерство обороны полностью отказалось от содержания социальных объектов, и теперь распределение здешних малышей по детским садам – это головная боль районных властей. Проблема будет решена в ближайшем будущем, ведь ежегодно в Оренбурге появляются тысячи новых детских мест. На сегодня в Оренбургской области проблема с обеспечением детей от 3 до 7 лет лишена. И в 2016 году мы должны закончить обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Малыши уже вовсю обживают детсадовские помещения, а их родители вздыхают с облегчением. Теперь дети под присмотром, можно возвращаться на работу. Сад новый очень понравился, ждали недолго, наблюдали его с самого строительства. Сад видел изнутри, очень понравилось. Новые игрушки, мебель. Надеюсь, и детишкам нашим понравится. Очень весело сегодня, песни звонкие звучат, потому что день рождения отмечает детский сад. Возвращаясь к теме нового учебного года, необходимо признать и факт со знаком минус. К его началу сумели подготовить не все школьные здания, что, впрочем, официально признают в областном министерстве образования. Несколько школ не вышли из состояния летних ремонтов в силу различных причин. Главная из которых простая. Когда начинали ремонтировать, рассчитывали на один объем работ. В процессе ремонта выяснили, что он гораздо больше. Плюс технические задержки типа перебоев с электроэнергией. В селе Кубанка Переваловского района ремонт местной школы должен быть завершен 10 сентября. Моя коллега Анна Солодкина побывала там на этой неделе и выяснила, чтобы успеть к этой дате, строителям нужно будет очень напрячься. Мальчики у нас будут заниматься и кулинарией, мальчики у нас будут заниматься и ведением дома. А девочки будут учиться, как ремонтировать электрические приборы. Для мальчишек и девчонок Кубанской средней школы совместные занятия технологии с этого года – новшество не единственное. 1 сентября двери для них открыла не родная школа, а сельский клуб. Здесь, в кабинетах школы искусств, 150 учеников продолжают изучать физику, литературу, иностранный язык. А тем временем в их родных классах вместо звонков на уроки звучат отбойные молотки и дрели. Летних каникул оказалось недостаточно, чтобы закончить запланированный ремонт. Немножко задержались, потому что были отключения электроэнергии шел, плановый ремонт линии электропередач. Но к 10 сентября мы въедем уже в родные стены. Кубанским школьникам повезло, их не распределили по другим школам. Учат их знакомые с первого класса учителя, да и преодолевать десятки километров каждое утро не нужно. Они остались в своем селе. Тем не менее, неудобства есть. Тесно немножко, конечно. Не хватает нашего спорта, там можно было физкультурой заниматься. Учебный год подкрался незаметно, и к нему оказались не до конца готовы еще две школы Оренбургской области – Ворске и Новосергиевском районе. Большинство учебных заведений построено в 70-е годы прошлого века, а то и раньше. Поэтому и требования к их состоянию и безопасности с каждым годом ужесточаются. Постоянно у нас предписания выписываются как со стороны Роспотребнадзора, так и со стороны отдела надзорной деятельности. Потому что охрана жизни, здоровья детей – это, наверное, самое основное. Даже важнее, может быть, чем качество образования. Потому что родители, отпуская своих детей в школу, ждут их назад счастливыми, красивыми и, самое главное, здоровыми. В Кубанскую среднюю школу ребята должны вернуться 10 сентября. За эти несколько дней рабочим нужно полностью отремонтировать первый и второй этажи. Меняем тему и теперь о главном политическом событии года, которое близится и которым мы, безусловно, считаем предстоящие 13 сентября выборы городских, районных, поселковых, одним словом, муниципальных депутатов. В прошлых акцентах ваш покорный слуга признал, что выборной теме в нашей программе уделялось недостаточно внимания. Вот исправляюсь и напоминаю, что буквально через неделю нам предстоит избирать, как это принято говорить, самую близкую к народу власть. Кандидатов депутаты по области столько, что выделять кого-то не имеет смысла, да и другие могут обидеться. Так что позволю себе ограничиться такой фразой. Желающих представлять народные интересы достаточно. Хотя, конечно, когда речь идет о выборах других депутатов, законодательного собрания и тем более Государственной Думы, это желание буквально бьет ключом. А вот желание, а также умение нормально организовывать и проводить выборы на местах порой не хватает. Эту нехватку призван компенсировать специальный совет, который так и называется. Совет по оказанию помощи муниципальным органам власти в подготовке и проведении выборов. Эту функцию берут на себя старшие товарищи из областных властных корректоров, а также представители федеральных структур. На заседании совета его председатель Дмитрий Кулагин заявил, что за неделю до выборов готовность к ним на местах оценивается как высокая. Во всех муниципалитетах работают участковые избирательные комиссии, которые с 3 сентября уже принимают тех, кто голосует досрочно. Кулагин напомнил, что предстоящие муниципальные выборы самые масштабные и по числу депутатских мандатов, и по количеству тех, кто на них претендует. 13 сентября в 455 из 504 муниципальных образований пройдут выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Значит, по состоянию на вчерашний день, на 1 сентября, на 4471 депутатский мандат зарегистрированы 7884 кандидата. Активность проявляют у нас не только самовыдвиженцы, не только граждане, но и в первую очередь политические партии, избирательное объединение наше. Среди парламентских партий, участвующих в муниципальных выборах, наибольшей активностью отметилась Единая Россия. По состоянию на середину недели от нее выставлено 4444 кандидата. Следом по количеству кандидатов идет КПРФ. От коммунистов будут бороться 556 человек. Третий по количеству претендентов – Либеральные демократы. Замыкает четверку парламентских партий – Справедливая Россия. Среди непарламентских партий больше всего кандидатов выставили Родина – 91 человек и Патриоты России – 47. Самовыдвиженцев по состоянию на 1 сентября зарегистрировано 2162 человека. Итак, всего неделя осталось у избирателя, чтобы разобраться и решить, кому отдать свой голос. Если, конечно, он дойдет до избирательного участка. Сосологи заявляют, что явка 13 сентября будет, скажем так, не слишком высокой. Тем более, к каждому избирателю нужно относиться как к родному и всячески его заманивать. Совет рекомендует как именно заманивать, а также аккумулирует сведения с мест, где и с чем непорядок. Порой доходит до абсурда. Например, полицейские заявляют о том, что один из избирательных участков в селе не готов. Это, конечно, единичный случай, но из подобных мелочей складывается то, что называется нормальными выборами. Дмитрий Кулагин уверен, 13 сентября все пройдет как надо. Но для того, чтобы выборы были выборами, в них нужно принимать участие и политикам, и избирателям. Дмитрий Владимирович, подготовка к проведению выборов, в чем она заключается и каковы особенности подготовки к проведению именно этой муниципальной выборной кампании? Главный организатор выборов – это избирательные комиссии. Именно на их плечах лежит основная работа по организации избирательного процесса. Но есть и вторая сторона, ответственность за которую лежит на органах государственной власти и местного самоуправления. Это обеспечение избирательных комиссий всеми необходимыми условиями, в первую очередь, организационно-техническими. И главная задача органов власти – это создать условия в части пригодности помещений для размещения избирательных участков. Избирательный участок должен быть в хорошем помещении, освещенном, с хорошими подъездными путями. Там должны быть все условия для работы избирательных комиссий, для размещения ящиков для голосования. Это задача органов власти. Избирательные участки должны быть обеспечены связью, должны быть обеспечены электроэнергией. На этих выборах, так же, как и на всех последних выборах во всех избирательных компаниях, у нас на некоторых избирательных участках будут работать КАИБы, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Они нуждаются в непрерывном электроснабжении. И не дай бог, где-то произойдет сбой в электрообеспечении. Это уже вопросы к работе этих систем. То есть еще можно сказать, что элементарный порядок, элементарно должны быть отремонтированы эти участки избирательные, потому что человек должен прийти в нормальные условия, чтобы там голосовать, правильно? Конечно, потому что мы привыкли, что выборы это все-таки праздник. И люди идут на выборы семьями. Люди хотят, чтобы на участках для голосования не только была возможность поставить знак в бюллетене и опустить бюллетень в ящик, но и посмотреть концерт. Это в школах у нас активно практикуется. Купить в буфете булочку, газированную воду. То есть это тоже задача органов государственной власти и местного самоуправления. Ну и, наконец, обеспечение общественного порядка. Координационный совет по оказанию содействия избирательной комиссии в проведении выборов, он потому так и называется совет, что дает советы, что и как должно быть при проведении выборов. Ну, я так подозреваю, что кроме советов он и готов и помощь еще оказать. Вот какая обычно требуется помощь на местах при проведении выборов? Есть, ну, допустим, непонимание со стороны собственников помещений. И порой, вот мы сегодня буквально рассматривали вопрос, когда отсутствует договор на электроснабжение в одном из районов клуба, в котором располагается избирательный участок. Бывают вопросы, которые возникают по вопросам пожарного обеспечения. Пожарно-охранная сигнализация – это дорогостоящее оборудование, и если в помещении его нет, то там за два дня найти деньги и решить все вопросы просто невозможно. А избирательные участки переносить некуда. В этом случае именно усилиями областного управления МЧС оказывается содействие, и даже вплоть до того, что выставляется пожарная машина для дежурства в день голосования около избирательного участка. Дмитрий Владимирович, есть ли у вас у человека, для которого будущие выборы, я уже даже побоюсь посчитать, какие по счету, которые вы проводите, в том числе как организатор, вот есть ли у вас какие-либо опасения по поводу их проведения? Если да, то в чем заключаются эти опасения? Ну, я думаю, что все будет хорошо, и пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к избирателям, проживающим в муниципальных образованиях области, с просьбой обязательно прийти на выборы и принять участие в голосовании. Мы будем избирать нашу муниципальную власть, власть городскую, сельскую, районную, то есть самую близкую к нам, которая, что называется, по соседству с нами, депутат живет на соседней улице, и от того, насколько эффективно будут решаться проблемы, очень важно, чтобы явка была достойной. Это, наверное, самый главный вопрос. Каких-то других опасений у меня просто нет, поэтому все будет в порядке, главное, чтобы избиратели пришли и сделали свой выбор. Вот выступая на совете, вы сказали такую фразу, эти выборы проведем, а следующие будем держать в уме. Что вы имели в виду? Дело в том, что избирательный процесс перманентен, и за муниципальными выборами придет череда областных и федеральных выборов. И я имел в виду необходимость создания такой материально-технической базы в рамках проведения муниципальных выборов, которая достойно была бы использована при проведении выборов депутатов законодательного собрания и депутатов Государственной Думы. И если есть проблемы, которые сейчас нужно решать, то это значит, мы решаем эти проблемы уже на будущие выборы. Поэтому мы, безусловно, говорим о муниципальных выборах, а держим в уме уже следующие выборы. Растаем акценты. Точнее, акцентируем внимание на главном. Выборы 13 сентября, несмотря на их масштабность в плане количества кандидатов, многим из нас, чего греха таить, представляются не слишком значительными. И отсюда вывод. Зачем ходить и голосовать там за каких-то муниципальных депутатов, большинства из которых потом не видно и не слышно. Что же отчасти эти рассуждения имеют под собой почву, потому что многие народные избранники выходят на свет божий лишь в предвыборное время. Только тогда мы видим их мужественные серьезные лица на билбордах и слышим их проникновенные слова на дворовых встречах с избирателями. Все это, конечно, так, но здесь придется вновь напомнить старую истину. Не выбираешь сам, за тебя это сделает другой. Не в том смысле, что кто-то заполнит твой бюллетень, который ты сам заполнить не пришел, а то, что выберут того, кого тебе не очень хотелось бы. Так что приходить на выборы стоит в любом случае. Не может быть, что в списке кандидатов не будет ни одного человека, которому вы хоть чуть-чуть не симпатизируете. Тем временем, как одни готовятся к борьбе за муниципальные депутатские мандаты, а некоторые уже примеряют лавры победителей, кое-кто, похоже, говорит любимому удобному креслу про чай. В четверг Следственное управление Следственного комитета Паренбургской области распространило сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении главы Переволодского района Вадима Виноградова. Чиновник обвиняется в вымогательстве взятки у одного из районных коммерсантов, которому настойчиво предлагалось покровительство районного главы. Услуга оценивалась в миллион двести тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании для Виноградова меры пресечения. Напомню, что Вадим Виноградов находится у руля Переволодского района почти три года. В декабре 2012 года он был избран на этот пост всенародным голосованием. Те, кто силен и у станка, и на стадионе, собрались в Новотроицке и Орске. Там в эти дни проходит очередной пятнадцатый по счету фестиваль рабочего спорта. По сути, это большая корпоративная спартакиада. Ведь именно на крупнейших предприятиях области активнее всего культивируется здоровый образ жизни и приверженность к физкультуре и спорту. Нефтяники, газовики, металлурги и связисты будут выявлять сильнейших в нескольких видах спорта. От футбола до бильярда. Имена победителей узнаем в понедельник. А сейчас я предлагаю вашему вниманию репортаж об открытии фестиваля рабочего спорта. Его подготовил Анатолий Юденич. В программу фестиваля включены восемь видов спорта. Футбол, мужской и женский волейбол, шахматы, гиревой спорт, настольный теннис и бильярд. Для соревнований предоставлены залы и стадионы городов-соседей. Приоритет в этот раз отдан Новотроицку. Сначала здесь состоялась встреча губернатора Юрия Берга с лауреатами движения «Оренбургская параллель движения для здоровья». Это традиционно для наших брендовых турниров сельских игр. Сейчас лауреаты представляли предприятия. За прошедшие годы изменился формат проведения фестиваля. Но неизменным остается желание людей прославлять свои предприятия спортивными победами. Дипломами, грамотами и ценными призами губернатор награждал наиболее отличившихся физкульт-активистов, ветеранов, тренеров, целой семейной команды. После этого торжества переместились на стадион «Металлург», где состоялась самая зрелищная часть фестиваля – церемония открытия. Первыми на дорожку стадиона выступили ветераны новотроицкого спорта. Парадом перед трибунами прошли восемь сборных участниц, каждая в своей форме, со знаменами городов. Выступали творческие коллективы. Собравшихся приветствовали первые лица области. «Этот фестиваль, который зародился здесь, на новотроицкой земле, 28 лет тому назад, будет, как прежде, уверенно шагать по Оренбуржью». Нынешний фестиваль памяти Виктора Черномырдина проводится в юбилейный 15-й раз. Примечательно, что самый первый такой турнир принимал именно Новотроицк. Тогда это были соревнования между крупнейшими промышленными предприятиями области. Теперь состязаются сборные городов. «Я был участником первого фестиваля в 87-м году. Помню, когда в октябре достаточно была такая прохладная погода, как сейчас помню. Особенно финальный матч по футболу я участвовал в нем. Тогда были команды КФК участвовали, и участвовала команда производителя объединения «Стрела». В Оренбурге сложилась замечательная традиция проводить масштабные соревнования для различных категорий населения – детей, молодежи, людей старшего возраста. Фестиваль рабочего спорта пользуется заслуженной популярностью и за время проведения обошел все города нашей области. Имея богатый опыт проведения, и сейчас все организовали на высоком уровне. По размещению, по питанию никаких проблем нету, и все с удовольствием, так сказать, принимают участие в соревнованиях. В этот вечер новоторчане как на праздник пришли и заполнили трибуны стадиона. Общий восторженный настрой выразил один из болельщиков – четвероногий, выскочивший на поле на свой круг почета. Церемония открытия задала праздничный настрой и жителям, и гостям, и, конечно, непосредственным участникам – спортсменам. Их более четырех сотен. Коллективное мероприятие – оно всегда праздник и веселье, но и спорт – это удовольствие. Впечатления только хорошие, замечательные, много людей приходит, аплодисменты, организация очень отличная. Просто все замечательно, все отлично. Прекрасный спортивный праздник, в общем-то, все здорово. Приятно очень встретиться со своими коллегами из других городов, со спортсменами из других городов. В общем-то, атмосфера праздника присутствует, спорт – это всегда здорово. Завершил действо салют, а с утра пятницы на спортивных площадках закипела жаркая борьба, где каждый настроен только на победу. Такие акценты мы расставили для вас на этой неделе. До встречи в следующую субботу, и всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!